Первая проблема это достаточно неожиданно не самый высокий уровень готовности к самостоятельной жизни. Если взять сравнение с животными, то у млекопитающих детеныши дольше всего вынашиваются, дольше всего их нужно приспосабливать молоком, кормим сколько возможно, полгода, год и так далее. И вот дальше мы с ним носимся, носимся, носимся. В этом смысле сейчас по сравнению с теми исследованиями, показателями, которые были, то есть выпускник средней школы, он все-таки намного меньше готов к самостоятельной жизни, чем вот это было 10-15 лет назад. То есть вот эта степень, давайте назовем так условно взрослости, она чуть-чуть отодвигается. То есть вот уровень инфантилизма, он достаточно высок. С одной стороны, я был зависим от родителей, да, потому что я там не мог себе ничего покупать, не мог это, это, это. С другой стороны, и я не очень готовился, а может быть и родители меня не очень готовили к тому, что когда-то вот эта метафорическая пуповина со мной, она должна прерваться, я должен жить либо отдельно от родителей, либо я уезжаю в другой город, там учусь и так далее. У нас же основные сейчас психотравмирующие ситуации, когда студент или вот школьник приезжает, выпускник из другого города, поселяется в большом городе, ну пожалуйста, мегаполис, как Москва, тут абсолютно новая среда, абсолютно новые отношения, абсолютно новые, и я тут один. Ну вот там мне прислали денежку какую-то, чтобы я там не умер с голоду, потому что стипендия не очень большая, да. Вот. Потом я смотрю, что другие делают, ага, другие, вот уже там кто-то где-то или подработать или еще чего-то. То есть степень вот этой включенности уже в те отношения, которые в этом возрасте необходимо сформировать, вот этого нет. Ну и, соответственно, проблема обучения в университете и школы, какая она еще наблюдается, это вот этот школьный тип обучения, когда я стою у доски, пишу то, что должен записать ученик, вот этот сидящий за моей спиной, я могу не поворачивая спины писать, 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 он переписывает в тетрадь, в тетрадь, потом заучивает, заучивает. Мы же знаем, что университетское образование и высшее образование, оно абсолютно по другому принципу строится, да. То есть здесь уже система лекций, проблематизация, какие-то отдельные вопросы, более глубокие аспекты, то есть нет вот уже этого, ну, учительства в таком, в каноническом варианте, как мы говорим, для начальной школы. То есть если в школе тебе эти знания дают, то в университете ты их сам должен брать. Ты образуешься в университете или в вузе настолько, насколько ты сам наберешь этих знаний. Поэтому первый год-полтора-два они могут уходить сугубо на эту адаптацию. Со временем же это все проходит и выравнивается и уравнивается, поэтому время в этом смысле достаточно такой хороший доктор. Мы вспомним даже вот эти вендеркинды, если проследить, никто просто с этим не очень любит возиться. Вот там ребенок в 12 лет закончил среднюю школу. А дальше вот этого ребенка привезли в какое-нибудь высшее учебное заведение, даже в советские времена наблюдалось. Происходит встраивание в ту социальную среду, не интеллектуальную. Интеллектуально он, конечно, их опережает, он уже может взять первую, вторую, пятую производную, три интеграла, простроить стереометрические какие-то проекции, которые только академики приближаются к этому, прекрасно. Но вот эта социальная среда, когда жизнь состоит не только же из одного интеллектуального слоя, она как раз его достаточно быстро нивелирует. Когда он приходит в общежитие, там 17-18-летний, а он 13-14-летний. Куда мы там отвлекаемся? Есть элементы все-таки какие-то у ребенка, которые его характеризуют как ребенка. И здесь выравнивание, нивелирование достаточно быстро. За год-два-три вот эти вундеркинды поступившие, они тоже часто выходят на тот же самый уровень. Поэтому сказать, что вот если одаренный ребенок, то он на протяжении всей жизни одаренный, если этой одаренностью не заниматься, то она достаточно быстро усредняется, если это никому не нужно, там родителям или там ему, или там преподавателям и так далее.